Время новостей на телеканале ЛАБА. В студии Татьяна Чистова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Выпускники 2013 года праздновали окончание школы большим коллективом. Бал главы района состоялся в Лабинске. Во всем мире отмечается день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Выпускники 2013 года открыли традицию проведения бала главы района. Вечером 25 июня директора школ, учителя, родители, а также представители власти, духовенства и депутаты проводили во взрослую жизнь более 350 вчерашних школьников из всего Лабинского района. Подробности в сюжете. Еще до начала мероприятия выпускники с разноцветными шарами собрались у входа в спорткомплекс. У них оставались один вечер и одна ночь, чтобы побыть еще раз вместе, пообщаться между собой и учителями. Чувство радости, немного гореться, что закончила школу, больше не убежать на классиках. Какое у тебя настроение в такой праздник? Отличное! Как такое праздник? Нужно веселиться, наоборот, грустить не надо. Настроение отличное, правда, очень печально то, что заканчиваем школу, ну а так вроде все хорошо. Вы первые, кто встречаетесь в ваш взрослую жизнь в такой обстановке, как вот эта обстановка. Ой, честно, очень нравится, конечно, что здесь происходит так, все вместе, все выпускники. Один, два, три! Ура! Далее действие разворачивалось уже внутри спорткомплекса. В этом году всех выпускников района собрали вместе. Подобные вечера ранее уже устраивались, но очень много лет назад. 25 лет назад вот такой же был праздник, вот именно общегородской, поэтому я вообще попала в свою стихию. Все внимание в этот вечер было обращено на главных героев праздника – выпускников. Вместе с заместителями и директорами школ они гордо прошагали по ковровой дорожке, демонстрируя наряды и прически. В отдельной колонии продефилировали медалисты, как их назвали «Золотая молодежь района». В этом году их 51 человек. Огромный зал спорткомплекса «Алим» с трудом вмещает тех, кто пришел на грандиозный праздник – бал главы района. Вчера школьники, сегодня выпускники, завтра абитуриенты. Всего 354 человека. И еще много-много тех, кто пришел пожелать бывшим школьникам счастливого пути во взрослую жизнь. Поздравить выпускников с окончанием школы пришли представители района и городской власти, духовенства, председатели советов и депутаты. Мы вот провожаем сегодня по большому жизненному пути. И вот как хотелось сказать, дай Бог вам всем добра, мира, счастья, чтобы вы всегда помнили Лобинск, помнили родительский дом, помнили друзей, товарищей, чтобы у каждого у вас в жизни все состоялось. И знаете, сердце наполняется гордостью, когда думаешь, что Россия получает таких замечательных детей. Значит, вы не напрасно эти годы старались, работали для того, чтобы вот такая прекрасная молодежь была. Я хочу поблагодарить всех вас, от губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева, хочу поблагодарить Владимира Андреевича Бегетова, потому что весь этот путь он дал нам замечательных детей, детей, которые пойдут по жизни дальше украшать нашу малую родину, нашу большую родину. Праздник вам всех! Я также поздравляю вас всех с этим замечательным праздником. Большая благодарность педагогическим коллективам, родителям за то, что выстояли, за то, что подготовили очень хорошо наших выпускников. И они показали хороший результат. Спасибо вам, ребята, что подняли и поддержали честь нашего района на выпускных экзаменах. Дорогие выпускники, вы у нас самые лучшие, самые умные, самые красивые. И мы желаем вам, чтобы вы были самые счастливые. От имени Законодательного собрания Краснодарского края всех поздравляю. Желаю, чтобы исполнились все ваши мечты. Желаю, чтобы вы добились самых-самых высоких целей, которые вы ставите в жизни. Я, конечно же, поздравляю всех выпускников. Поздравляю всех родителей, которые воспитались на детей. Поздравляю всех учителей, которые с этими детьми прошли весь этот путь. Мне бы хотелось, чтобы в сердцах наших детей был Бог. Это, наверное, самое важное. Потому что я, конечно же, как священник хочу пожелать, чтобы все свои способности, все свои таланты, красоты, умения эти молодые люди, будущие посвятели на благо. Начальник управления образования Сергей Клименко объявил о рейтинге Лобинского района среди 44 муниципальных образований края по сдаче единого государственного экзамена. По большинству предметов результаты Лобинского района входят в десятку лучших, а по некоторым даже в тройку. Особо чествовали на праздники вторых мам и пап, выпускников, классных руководителей. Высокие баллы на ЕГЭ – результат и их труда. Будущий год на Кубани – олимпийский, поэтому внимание уделили детям, которые отстаивали честь Лобинского района на спортивном поприще. Праздник оправдал свое название – настоящий бал. Танцев в этот вечер было больше всего. Подарком для всех стало выступление коллектива из Ростова-на-Дону. Выпускники последний вечер были в статусе школьников. Далее им предстоит сделать очень ответственный шаг – окончательно определиться с выбором будущей профессии. Сегодня наша дочь закончила школу, и мы ждем результатов, когда она дальше поступит, как дальше жизнь сложится. Если родители пока волнуются, то сами выпускники смотрят в будущее смело и уверенно. Я собираюсь поступать в город МАИКО на фармацевт. Я хочу поступать в КУГУ. Мне нравится этот университет поблизости. На факультет зарубежной регионоведения. В будущем хочу работать специалистом в сфере зарубежных отношений. Я собираюсь поступать в замужную академию на специальное замужное отдело. Мы вдвоем собираемся поступать в строительный институт города Москвы. Мы будем лучшими строителями в Лобинске и Лобинском районе. Закончился праздник в спорткомплексе уже ближе к полуночи. Окончательную яркую точку поставил фейерверк. 26 июня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Он был основан в знак выражения решимости создать здоровое общество. О том, какая ситуация складывается в Лобинском районе, рассказал начальник отдела наркоконтроля Александр Курганов. Лобинский межрайонный отдел наркоконтроля входит в тройку лучших в Краснодарском крае среди 25 подразделений. Это результат слаженной профессиональной работы всего коллектива. Только за первую половину 2013 года сотрудникам удалось изъять по трем районам около 30 килограммов наркотических средств. Были большие изъятия. В начале года у гражданина города Лобинска мы почти 7 килограмм наркотиков изъяли. Потом в конце квартала первого у гражданина было порядка 3 килограмм изъято. И еще у двух граждан было значительное изъятие наркотических средств. На сегодняшний день изъято более 16 килограмм наркотических средств. Это только по Лобинскому району. Всего по трем районам практически 30 килограмм наркотических средств. Наиболее неблагоприятная ситуация, связанная с выращиванием и изготовлением наркотиков, складывается на периферии, а сбыт происходит в большей степени уже в районном центре. В сельских поселениях, вы прекрасно знаете, что низкий уровень доходов, поэтому зачастую многих граждан и криминалитет, и в том числе не криминалитет, тянет к быстрой наживе, к быстрому зарабатыванию денежных средств. Ну, прежде всего, это выращивание, изготовление наркотического средства, растительного происхождения, такого как марихуана. Ну, а рынок сбыта, это, естественно, районный центр, так как основной поток финансовых средств находится здесь, и остальные потребители, естественно, находятся здесь. И также это зависит от количества района, да, если у нас в городе порядка, наверное, более 60 тысяч человек, то и район там у нас чуть больше, наверное, 40, да, под 50 тысяч. Вот и судите сами, естественно, поток, весь наркотиков сельских поселений идет, конечно, в районный центр. Как известно, лучший способ борьбы с наркоугрозой – профилактика. Различные акции проводятся лоббинским отделом постоянно. Если качественными профилактическими мероприятиями мы поборем спрос, то есть уведем нашу молодежь от пагубного воздействия, от употребления наркотиков, направим в правильное русло занятием спортом, культмассом, всех, естественно, упадет и предложение. Это простой закон, элементарный закон, закон спроса и предложения. Поэтому для этого на территории нашего района проводится ряд профилактических мероприятий, как по инициативе наркоконтроля, так и по инициативе антинаркотической комиссии района, ну и всех субъектов профилактики. По инициативе наркоконтроля не только Краевого и Лобинского, но и во всей России проводятся такие акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Кубань Олимпийская против наркотиков», «Дети, их родители», «Призывник». Эти акции направлены на общение с различными слоями населения, особенно из разряда тех неблагополучных семей, где дети более пристрастны к пагубным воздействиям и ненормальному образу жизни. В рамках этих операций проводятся брифинги, лекции, беседы, видеолектории, при которых детям разъясняется и рассказывается о пагубном воздействии на наркотические средства, воздействии на организм и какие последствия после употребления наркотиков могут повлечь за собой. Также существенную помощь в работе оказывает телефон доверия. По нему каждый сознательный гражданин может сообщить в отдел наркоконтроля адрес, где торгуют смертью. «Телефон доверия – это неоспоримый сильный рычаг в борьбе с наркопреступностью. У нас имеется телефон доверия, я хочу его повторить, это номер 33364. Работает он круглосуточно, все звонки принимаются. Ни один звонок, ни одна информация не остается просто так, все не отрабатываются. Что касается, допустим, Лобинского района и наркоконтроля Лобинского отдела в целом, то за текущий период этого года на телефон доверия поступило 56 звонков, 17 по Лобинскому району. Из 17 полученных звонков, благодаря полученным звонкам, из-за этих 17 звонков было выявлено 5 преступлений. Из незаконного оборота взято более 3 килограмм наркотических средств. На сегодняшний день краевая статистика говорит, что количество жителей Лобинского района, стоящих на учете за употребление наркотических средств, не превышает среднекраевой показатель. За последние 2-3 года проведен серьезный мониторинг наркоситуации в районе с всеми службами профилактики. Это прежде всего и мы, и ОВД, и наркодиспансер. И динамика, конечно, существенная. Я вам хочу сказать, что практически процентов на 30 уменьшилось число состоящих на учетах, когда и на диспансерном профилактическом. Если в 2010 году это было, если складывать диспансерный профилактический, что-то больше тысячи человек, то на сегодняшний день это чуть более 500 человек. Но пока есть эти 500 человек, в обществе, и в частности в Лобинском районе, существует проблема наркомании. И бороться с ней нужно повсеместно и непрерывно. Прежде всего, это качественная профилактическая работа всеми субъектами профилактики. Это и мы, и наркодиспансеры, и ОВД, и администрация, и районная, и сельские поселения. Именно все субъекты профилактики. То есть нужно направить грамотно и правильно в нужное русло профилактическую работу. Как я уже ранее говорил, нужно просто наших детей вовлечь в занятия спортом, в культ массовом секторе, дать им правильный вектор направления. Чтобы у них не было время, чтобы их головы не посещали дурные мысли об употреблении наркотиков. Чтобы они были заняты учебой, спортом, различными развлекательными мероприятиями, проявляли свои таланты. И, как говорится, зарекомендовали себя как хорошая молодежь. Ну и во-вторых, это прежде всего неравнодушность общества. Это мы, родители, законопослушные граждане нашего района, которые знали бы о незаконном обороте наркотик, совершающей там, либо еще где-то, притонов их везде хватает, как говорится, и хранение, когда наркоманы по соседству живут. Естественно, сообщали нужную структуру. Пускай это будет анонимно, но когда эта информация будет отрабатываться, это будет тоже качественным профилактическим мероприятием, направленным на упреждение этой ситуации. А теперь с прогнозом погоды нас познакомит Карина Огонян. Карина, что нас ожидает 27 июня? Так же ясно? Да. Синоптики обещают ясную теплую погоду. Подробности расскажу после рекламы. На сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok